Ровно месяц прошел с того момента, как в структурном подразделении номер 4 Щелковского колледжа был открыт образовательный кластер «Топливно-энергетический комплекс» федерального проекта «Профессионалитет». Колледж вышел на новый уровень, и посмотреть, как теперь здесь устроен образовательный процесс, интересно многим. 2 октября, в день, когда в России отмечался праздник студентов и педагогов, день среднего профессионального образования, в колледже встречали гостей – актив Всероссийского совета ветеранов профобразования и президента Союза директоров средних специальных учебных заведений России Наталью Золотареву. День волнительный, таких людей встречаем, которые много лет отдали среднепрофессиональному образованию, сделали значительные вещи для развития профтехобразования. И сегодня у наших ребят будет возможность пообщаться с этими людьми. Нельзя двигаться вперед, не зная своей истории. И вот эта связка, когда у тебя есть люди, у которых есть сумасшедший опыт, знания, и ты вместе с ними при их поддержке движешься вперед, опираясь на их опыт, это дорого стоит. Гости побывали на занятиях студентов, которые учатся в новом топливно-энергетическом кластере. С любопытством заглянули в учебники и тетрадки. Сотрудники колледжа с гордостью показали, как оснащены новые лаборатории и мастерские. В данном случае два большие стенды. Это у нас цифровая трансформаторная подстанция, так как уже большинство переходит на цифру. Щелковский колледж в федеральном проекте профессионалитет – это знак качества. Оснащение, инфраструктура колледжа вызывает восхищение. Это прекрасно, что по специальностям, которые являются очень важны и электрики, и слесари, и специалисты по ремонту автомобильного оборудования, сельскохозяйственного оборудования имеют возможность работать на современном оборудовании. Это, конечно же, обеспечивает им бесшовность выхода на рабочее место. Ветераны профобразования, хоть и люди весьма уважаемого возраста, но с интересом наблюдают, как меняется система СПО. А главное, опыт бывших директоров учреждений, сотрудников управляющих органов в этих переменах тоже востребован. Написанные ими методические пособия переиздают и переводят на иностранные языки. Мы проводим патриотическую работу со студентами, мы работаем по сохранению истории профобразования, с Федеральным музеем профессионального образования работаем много. Работаем сейчас над созданием энциклопедии героев Советского Союза и героев социалистического труда, выпускников профессиональных училищ. Студентам Щелковского колледжа ветераны тоже дали урок патриотизма. Рассказали об истории профобразования в России, о знаменитых людях, которые начинали свой рабочий путь с обучения в фабрично-заводских ремесленных училищах. Среди них Георгий Жуков, Юрий Гагарин, Сергей Королев, Иосиф Кобзон и многие другие. Также в рамках дня СПО прошло заседание Президиума Всероссийского Совета Ветеранов. На нем обсудили вопросы подготовки к 85-летию государственной системы профобразования, которая будет отмечаться в следующем году. А главное, выбрали нового председателя организации. Символично, что это произошло в Щелкове. Совет ветеранов возглавил Владимир Нерсисян, бывший директор Щелковского колледжа, заслуженный учитель, почетный гражданин Щелковского муниципального района. Это очень уважаемый человек в системе профессионального образования. Это очень уважаемый человек в Министерстве просвещения Российской Федерации. Если коллеги решили, что мне надо быть председателем, значит будем. Но мысль такая, что надо развивать вот эти вот ячейки ветеранов профобразования в регионах. Тем более, что много достойных людей. У нас ведь много ветеранов непосредственно на земле, в колледжах и так далее. Второе направление – это внимание к ветеранам. Вот так необычно отметили в Щелковском колледже день среднего профессионального образования. В заключение гостям вручили подарки от партнеров колледжа. Тех самых предприятий, куда идут работать ребята по окончании учебного заведения, а многие даже во время учебы. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.